Зовут меня Сергей Мендович Благолев. Работаю я учитель геологии, заместитель директора в Московской гимназии на юго-западе номер 1543. И большую часть лекций на этом лектории прочту я. Хотя кроме меня будут и другие преподаватели. Андрей Николаевич Квашенко, может быть, кому-то из вас известный. Кирилл Юрьевич Висков, наверное, кому-то известный как палеонтолог или писатель фантаз. И еще несколько приглашенных преподавателей. Большую часть будет посвящена физиологии человека. Кому как устроено, как работает наш собственный организм. Однако, чтобы к этой основной нашей теме перейти, нам нужно будет понять какие-то базовые, основные вещи про работу клеток, из которых этот организм состоит. Как, впрочем, и все остальные живые организмы. И сегодня мы как раз поговорим о клетках и о том, почему их так важно изучать. Это так важно изучать, потому что, как я уже сказал, все живые организмы состоят из клеток. И только клетки по-настоящему живые. В том, что они по-настоящему живые, достаточно легко убедиться, если, например, набрать на Ютубе, который пока еще вроде не заблокировали, какую-нибудь надпись вроде «Boeing self» или «Dividing self», движущаяся клетка или делящаяся клетка. Вы увидите там множество картинок. Вы увидите, как клетки ведут себя явно похожи на каких-то живых организмов. Двигаются, ползают, делятся. Да, многие клетки и представляют собой живые организмы. Наверняка все знаете из школьного курса, что есть одноклеточные организмы. Бактерии, амебы или инкудории. И клетки умеют сделать все, что умеют делать настоящий, целый, живой организм. Примерно, надеюсь, все представляют, чем живое отличается от неживого. А вот если мы разделим клетку на части, то какие-то свойства живого эта клетка утратит. Отдельные ее части не будут обладать всеми свойствами живого организма. Ну и в частности, ни одна часть клетки, в общем-то, изолирована от остальных, не сможет размножаться и передавать свои признаки потомства. Ну и вот, чтобы разобраться, как вообще устроены, что собой представляют живые организмы, в частности, организм человека. Надо сначала понять, как устроены и работают клетки, из которых мы, как и другие организмы, состоим. Как они получают пищу, энергию для роста. Как они размножаются и дают потомство клетке с похожими признаками. Как они приспосабливаются в нашем организме, или во внешней среде, если это одноклеточные, к меняющимся условиям этой среды. Как в организме человека из одной исходной клетки появляется больше двухсот разных типов клеток, резко отличающихся от построения функциям. Да еще и правильным образом расположены. И, наконец, почему работа клеток может нарушаться. Ну, наверное, про клетку нашего организма нельзя сказать, что она болеет. Клеет все-таки человек. Но уже давно стало понятно, мы к этому вернемся, что причина всех болезней человека, это именно нарушение работы клеток или их гибель внутри нашего организма. Вот поэтому так важно изучать клетки. И если кто-нибудь из вас вдруг станет биологами, будет заниматься этой наукой профессионально, и получать за это зарплату, то с 95% вероятностью вы будете заниматься клетками или какими-то процессами, которые происходят внутри них. И только, с вероятностью, около 5% вы будете заниматься какими-нибудь животными, растениями, реценозами, там, пауны, озер или чем-нибудь еще. Ну вот я немножко расскажу про то, как были открыты клетки, из чего начиналось их изучение. Расскажу про историю изучения клеток. А потом мы уже поговорим про то, как их изучают сейчас, и про то, что о них узнали. И что с ними научились делать. Понятно, что большинство клеток все-таки очень маленькие. Их не видно невооруженным глазом. Хотя есть исключения, я вам, конечно, скажу. Что такое очень маленькие? Вот мы привыкли все мерить в метрах и миллиметрах, а клетки в миллиметрах мерить, в общем-то, неудобно. И меряют их обычно в таких единицах измерения, которые называются микрометры. Вообще, приставка микро означает одна миллионная часть. Поэтому один микрометр – это одна миллионная метра. А значит, это одна тысячная часть миллиметра. Если мы возьмем какую-нибудь среднюю клетку бактерии, то окажется, что длину она имеет один или два микрометра. То есть, чтобы получить линейку длиной миллиметра, надо выстроить тысячу таких клеток в линейку. Если мы возьмем какую-нибудь среднего размера некрупную клетку человека, но и не самую мелкую, то окажется, что ее диаметр около 10 микрометров. Но тоже невооруженным глазом такие клетки, конечно, не видны. Клетки растений или грибов бывают и покрупнее, там, 30-50 микрометров. Тем не менее, как вот такие вот единицы, ячейки, из которых построены крупные сложные организмы, никто их не наблюдал до тех пор, пока не был изобретен микроскоп. Кто его изобрел, точно неизвестно. Произошло это в 16 веке. Довольно быстро его стали использованы биологи. Хотя, конечно, такой профессии не было. Тогда были только естествоиспытатели. Ну и вот один такой ученый, англичанин Роберт Бук, который занимался, как тогда было принято, не только биологией, а всеми естественными науками, открыл закон Бука в физике, использовал микроскоп. А что нужно, чтобы увидеть что-то достаточно отчетного микроскопа? Свет. Да, конечно, наверное. Прежде всего, нужен хороший свет. Это может быть солнце. Солнце не всегда есть на небе, особенно в Англии, в Туманном Альбионе. И приходится иногда работать вечером. Поэтому Бук использует свечу или масляную лампу. А чтобы усилить свет, придумал собирать его с помощью линзы. Сейчас такой прибор называется конденсор, и он встроен в любой микроскоп. И вот с помощью этого микроскопа Бук наблюдал все подряд, разные объекты. И в одном из своих наблюдений описал тонкий срез пробки. Если мы просто целую пробку засунем в тот микроскоп, конечно, мы ничего не увидим, потому что свет с ним не проходит. А вот если бритвой сделать достаточно тоненький срез, тоньше миллиметра, это вполне можно сделать и дома, если вы захотите, если у вас есть игрушечный микроскоп, и положить такой срез над микроскоп, то оказывается, что видна какая-то такая лечеистая картинка, что-то такое похожее на ткань. И Бук описал это наблюдение, назвав эти ячейки словом «цел», что по-английски означает «ячейка» или «клетка». Не та клетка, в которой сидят звери в зоопарке, она по-английски клеечет, да? А вот такая какая-то маленькая клетка, ячейка. Но это был, видимо, первый рисунок клеток. Хотя от клеток тут мало что осталось. Пробка – это мертвая ткань, и это, конечно, были не живые клетки, а только их мертвые клеточки внестили. Однако почти в то же самое время, в том же 17 веке, был другой ученый, но ученым он стал впоследствии. Когда он начал свое наблюдение, он был никому неизвестным сторожем в городской ратуше, а до этого торговцем. Он был в Голландии, и вот он-то первым увидел живые клетки, по всей видимости. Он был гениальным самоучкой, и он изобрел свой микроскоп. На самом деле это был не микроскоп, а такая очень необычная лупа, или, как можно ее назвать, простой микроскоп. В настоящем микроскопе есть как минимум две линзы – объектив и окуляр. А в микроскопе Клевенбука линза была только одна. Это, к сожалению, нет указки. Видите, вот эта маленькая линза диаметром около миллиметра. Все остальное – это оправа, иголочка, на которую там насаживается объект. Вот, и такая вот крошечная линза давала увеличение не как обычная лупа в 10 или 15 раз, а в 200-300 раз. В недавнего времени думали, что Левенбук их шлифовал, и что искусство шлифовки таких линз шло с ним в могилу. Но в 20 веке нашлись люди, которые догадались, как же он их на самом деле изготавливал. Оказалось, что он расплавлял очень тоненькую палочку из стекла, фактически ниточку. И вот из этой вот расправленной капельки изготавливал линзы и ничего, видимо, не шлифовал. И поэтому микроскопов он за свою жизнь наделал очень много, несколько сотен. Он изготавлял их, когда ему было нужно, очень быстро, но до наших дней дошли всего несколько изготовленных микроскопов. Вот с помощью такой лупы фактически Левенбук похитрился увидеть даже бактерии, которых, особенно живых, и не во всякий-то нынешний микроскоп легко разглядеть, такие они маленькие. Он увидел их, заризовал, и тут тоже ему помогла изобретательность. По-видимому, он использован боковое освещение. Когда свет падает сбоку, например, из окошка, мы видим мелкие пылинки в воздухе, а при обычном освещении мы их не видим. Точно так же и маленькие бактерии под микроскопом в темном поле при боковом освещении увидеть можно. А при нормальном свете, который у нас снизу, он, скорее всего, их бы не разглядел. Ну, пока он описывал там всякие срезы, растений, какие-то мелкие объекты и посылал эти описания в Лондонское королевское общество. Все его работы печатали с удовольствием. Он постепенно приобретал известность. Но когда в очередном письме он написал, что в одной капельке воды он обнаружил миллионы маленьких живых существ, а не маленькую лесу, эту работу Лондонское королевское общество отказалось печатать. Потому что казалось, что открытие это совершенно невероятное. И нас, словом, побоялись поверить. Зато из Англии в его родной город прислали целую комиссию из академиков, членов Лондонского королевского общества, которая на месте убедилась в том, что все, что он описывает в своих письмах, – драма. И вот тогда его работу выпечатали, а самого его тоже избрали академиком, членом Лондонского королевского общества. Ну, кроме бактерий, Левенгуб увидел некоторые другие клетки. Например, он увидел, описал, скормотозоиды животных, потому что видите, как детально, с некоторыми особенностями их формы. Ему удалось разглядеть на следующем слайде отдельные мышечные клетки. И эти клетки, правда, как раз относятся к числу очень крупных, я про это еще скажу. Но ему даже удалось увидеть, что в клетках скелетных мышц есть поперечная исчерченность. По-видимому, он был таким вот тонким наблюдателем. После работы Левенгуба и Бука многие другие ученые тоже занялись изучением микроскопического строения клеток и тканей. Весь следующий XVIII век накапливались разнообразные данные о тканевом строении животных и растений. Но что собой представляют клетки, все-таки было не до конца понятно, до начала, почти до середины, 19-го лет. Я это не пропустил. Красивый рисунок. Я это не пропустил. И вот в 30-е годы XIX века стало наконец ясно более-менее, что все-таки главная составная часть клеток это не их оболочка, которая так хорошо сохраняется в растении, а их живое внутреннее содержимое. И что у животных и растений это внутреннее содержимое разделено на цитоплазмую ядро. На растении ядро я писал Роберт Броун, над собой, который открыл бронховское движение, кстати, тоже наблюдая за спорами растений, за спорами плавных. Ну и практически в то же самое время ядро было описано в клетках животных чешским физиологом Яном Портенье, который в частности изучал нервные клетки, нейроны. Только тогда зародилась у ученых догадка, что клетки животных и растений в сущности представляют собой одно и то же. Те самые элементарные кирпичики, из которых построен любой живой организм. Многие ученые высказывали эту догадку, но четко сформулировали ее. Любой ученых и главную роль в этой паре играл, несомненно, Теодор Швабц. Это тоже был физиолог, сделавший несколько крупных открытий, изобретений. И вот, когда он создал клеточную теорию, это было в 1898 году, он был таким, как на левой фотографии, совсем молодым. А изображают его обычно, конечно, таким, как на правой фотографии, когда он уже стал известным и знаменитым. Он изучал животных, а его приятель, мать Асшлейда, был ботаником, и они обменивались своими впечатлениями от наблюдений за клеткой под микроскопом. И благодаря этому догадались, что это кирпичики, и Шван написал на эту тему статью, а потом книгу. Родилась так называемая клеточная теория, но до завершения было еще далеко, потому что Шлейден напутал. Ему казалось, что он видел, как клетки собираются заново из межклеточного вещества, создаются, можно сказать, из неживой материи. И он это описал. Оказалось, что ничего похожего никогда не происходит. И для того, чтобы это стало очевидным, понадобилось еще 20 лет. То, что клетки никогда не создаются заново, понял и сформулировал другой немецкий ученый и знаменитый врач Рудольф Вирхов. Сформулировал это тоже сначала в серии статей, а потом в книге, ну а также в виде краткого апоризма, что каждая клетка всегда возникает из клетки. А по латыни это звучит как у него с целого и с целого. Вирхов был очень крупным ученым, знаменитым врачом, видным общественным деятелем. И кроме того, что он завершил создание клеточной теории, он заложил основу современной медицины своей знаменитой книгой «Целлюлёрная», то есть «Клеточная патология». Патология – это когда в организме что-то нарушено, идет не так. Там была высказана мысль, которая определила все дальнейшее развитие медицины о том, что причина болезней – это именно нарушение работы клеток. Ну а до этого что думали? Да Бог знает что. Что это нарушение смешения каких-то основных жидкостей, там желчи, черные желчи, еще что-то, еще чего-то крови. Или еще какие-нибудь такие фантастические вещи. Ну и так, что же сформулировали Шванг, Шлейден и Лирнг? Вот это то, до чего догадались Шлейден и Шванг. Клетки – это элементарная единица живого. Элементарные – значит, самые простые. Если мы разделим клетку на еще более простые единицы, то она не перестанет быть живой. Ну и поэтому все живые организмы, естественно, стоят у нас внутри нескольких клеток. И второе их положение, что клетки животных и растений, тогда про бактерии речь не шла, но оказалось, что это касается и их, и всех других клеток, сходные по своему устранению и химическому составу. В чем заключается это сходство, мы с вами обсудим на сегодняшней лекции. Это как раз и действие облажного содержания. Ну а затем к клеточной теории Гирхов добавил третье, может быть, самое главное положение. Клетки размножаются только делением, и каждая клетка возникает из предшествующей клетки. Они не могут создаваться заново. А как это доказать? Ну так-то просто. До середины, даже второй половины 19 века, шли споры об этом, особенно в отношении бактерий. Ну ладно, хорошо. У людей всегда есть родители, это понятно. Утелят тоже. Относительно мух уже пришлось доказывать, что они не зарождаются в мелом мясе, а у них все-таки тоже есть родители, и они выводятся из яичек, проходят стадию личинки, и не могут сам зарождаться. Но бактерии, такие маленькие, крошечные, совсем простенькие, может быть, они-то могут возникать из питательного бульона. Доказал, что этого не бывает, другой великий ученый, вы поставили. Вы поставили. И это было практически в то же самое время, когда Гирхов сформулировал положение о том, что клетки размножаются только делением. Хотя все приедете немножко позже. А чем так выглядит Пастер? Что он главное сделал для человечества? К чему все мы должны быть ему вечно благодарны? Я не вернулся. Где это скажете? Из телегаза? Из телегаза он, конечно, не забрел, но не пользуемся. А еще? Антибиотика? Нет, антибиотика. Ни слова такого не знаешь. Это был Александр Племенко, это был уже в 20 веке. Тогда антибиотик очень не был и близко. Есть все-таки грамотные люди. Конечно, больше всего Пастер прославился тем, что он изобрел вакцину от бешенства. До этого бешенство было неизлечимой болезнью, но и сейчас, кстати, оно неизлечимо. Все, кто вовремя не сделал прививки и заболел бешенством, умирают в 100% случаев. Это довольно редкий случай инфекции со стопроцентных средств. А в результате того, что Пастер завалил свою вакцину, с этой болезнью научились бороться и выкушенные бешеным животным получили хорошие шансы на излечение. Ну вот. Он сделал кучу других открытий. И вот в частности считается, что именно он окончательно доказал, что микробы не саморождаются. В результате гениально простого опыта. Он сделал для совершенно одинаковых полу воспитательного бульона. Запаял в обе, сделал предварительно у них вот такое вот изомленное горлышко и хорошенько прокипятил. А потом у одной полбы он отбил только самый кончик горлышка, а у другой полбы отбил горлышко телеком. Оказалось, что вот у такого полбы, особенно если сделать еще один изгиб и поставить его куда-нибудь в шкаф, где не дует ветер, внутри бульон сохраняется свежим в течение месяца, почти как консервный банк, и не прокисает. Ну а обычный полбис с отбитым горлышком, если оставить его в комнате, он, конечно, прокиснет через сколько? Наверное, через двое суток уже, при комнатной температуре. И в этом бульоне будут кишлять, кишить бактерии. Как же это объяснить, почему в этой полбис с отбитым горлышком бульон остается свежим? Объясняется это очень просто, потому что бактерии в нем сама зарождаться не могут, если прокипитить и всех, как убить, они там не появятся ниоткуда. Зато в воздухе летает куча спор бактерий, таких покорящихся в клетках с толстой оболочкой. Когда горлышко изобнутое, споры падают в него, застревают и не могут попасть в бульон. Вот и вся разгадка. Если мы потом эту полбу наклоним, так проколоскаем горлышко, смоем эти споры, тут бульон уже через сутки, естественно, прокиски. Вот с помощью такого простого эксперимента Мастер доказал, что бактерии все-таки не саморазвоздаются в бульоне, а попадают туда из воздуха в виде споры. Вот эти вот теории, о которых я рассказываю, были в духе XIX века. Потому что вообще XIX век не только в биологии, но и в других науках был веком создания таких широких научных теорий, научных обобщений. И кроме клеточной теории, почти тогда же, одновременно с ней, возникла Дарвиновская теория эволюции, которую Дарвин разложил в своей книжке происхождение вида. Они очень тесно перекликаются. Если клетки возникают только в результате деления, то с тех пор, как возникла первая живая клетка, как она возникла, это вопрос, на который никто не знает ответа и, может, никогда и не узнает. Поэтому его мы сейчас и обсуждаем. Они размножались только делением. Одни клетки порождали другие. А значит, все живые организмы, которые состоят из клеток, опять-таки к вирусам это не относится, связаны родственными отношениями. Все они произошли от каких-то общих клетков. От первой клетковой клетки. И многие свои признаки с тех пор, надо сказать, сохранили. Ну а что это за признаки? Чем они все сходны по строению химического состава? Для того, чтобы это понять, надо увидеть, что у них творится внутри. А сделать это очень трудно, потому что они слишком маленькие. И если в обычный микроскоп форму клетки видно прилично, то какие-то детали ее внутреннего строения рассмотреть очень непросто. Клетки, как я уже сказал, составляют долю миллиметра, какие-то первые микрометры, да? А у бактерий вообще один микрометр. А это очень близко к пределу разрешения светового микроскопа. Свет так устроен, что в световой микроскоп можно увидеть две точки как отдельные точки, только если они находятся на расстоянии больше примерно 0,2 микрона. 0,2 микрометра – это предел разрешения светового микроскопа. Большинство внутриклеточных структур находятся почти в этом диапазоне. Некоторые чуть крупнее, а некоторые и помельче. Ну, вот, например, самые мелкие из бактерий, микоплазмы, которые живут только внутри клеток других организмов, можно увидеть световой микроскоп на прошлой пятнышке, для того, чтобы они светились, когда их не было хорошо. А уж что творится у них внутри, разглядеть невозможно. Световой микроскоп. Есть, конечно, и крупные бактерии. Самые крупные бактерии вообще не длины вооруженных глазах. Они живут в море, в донных осадках. Есть и крупные клетки с ядром, эукариоты. Например, есть пресноводные пузырии, их можно сейчас поймать в осени в любом пруду, которые похожи на червяков, тоже видны невооруженным глазом. А иногда встречаются и клетки с одним ядром, которое можно вообще подержать в руках. Вот, например, в Средиземном море, в других субтропических морях растет такая зеленая водоросля, стабулярия. Видите, это у человека, так что она длиной несколько сантиметров. И это одна клетка с единственным ядром. Всем вам знакомая крупная клетка это куриное яйцо. Здесь, правда, показано куриный зародыш, видите, уже начала развиваться кровеносная система. Но вообще-то желток куриного яйца это одна крупная яйцеклетка, так что все могут увидеть клетку без микроскопа, только кто-то догадался, что это клетка. Ну и в нашем организме, как я уже говорил, есть гигантские клетки. Это как раз те самые клетки мышц, которые изобразил Ревенбук. Они образуются, когда человек развивается, путем слияния нескольких сотен мелких клеток. Образуется такое длинное вытянутое волокно с сотнями ядер у поверхности. Диаметр его, правда, на пределе разрешения человеческого глаза в несколько раз тоньше волоса, но зато длину они могут достигать нескольких сантиметров. И по объему они, конечно, в сотни или тысячи раз больше, чем обычные клетки нашего организма. Это я говорю к тому, что размеры клеток очень разные. Но в среднем, повторюсь, они очень маленькие. И это только одна часть проблемы. Потому что, кроме того, будто я содержимая полужидка. Ну, представьте себе, что вы возьмете там что-нибудь вроде там какой-нибудь рыбы или печенки. И попробуйте нарезать бритвой на ломтики толщиной даже не в миллиметр, когда в микроскоп вы ничего не увидите. Это первые десятки микрометров. Во-первых, ручную это сделать не получится. Нужен специальный механизм. Во-вторых, если вы начнете так резать живые клетки животных, то от них ничего не останется. Они просто разведутся в кашу. Поэтому пришлось придумать специальные ухищрения. Но первое, что обычно в голову приходит, чтобы они не расползались в кашу, это их заморозить. Можно, конечно, но неудобно. Во-первых, от кристалликов льда они тоже разрушаются. Во-вторых, работать тогда можно только при температуре ниже нуля, но это все-таки не сахар. Поэтому придумали другие способы фиксации этих клеток. Придумали пропитывать их специальными веществами, вроде воска, или парафина, или смолы. И после этого разрезать на тоненькие ломтики с помощью специального прибора. Это микротомы, или это так. Очень острый, стальной или алмазный нож входит вверх-вниз, а кусочек ткани с помощью особого механизма каждый раз передвигается примерно на 10 микроб. И тогда его можно настрогать на ломтике толщиной 10 микроб. Хорошо, настрогали. Кладем их под микроскоп и ровным счетом ничего не видно. Потому что под микроскопом не видно не только непрозрачные объекты, через которые свет не проходит. Но ровно так же не видны и прозрачные объекты, если через них весь свет проходит. Поэтому надо сделать так, чтобы клетки были полупрозрачны. При этом еще желательно, чтобы были видны отдельные их части. Достичь этого удалось только в конце 19 века, когда появились так называемые дифференциальные красители. Это такие красители, которые окрашивают одну часть клетки хорошо, а другую плохо или никак. Например, некоторые дифференциальные красители, как вот на этой картинке, которую видит врач, когда смотрит на ваш анализ крови, потому что это кровь человека, хорошо окрашивают только ядра. Красные клетки кроме ядер не имеют, они не окрашиваются. Белые клетки, лейкоциты частично окрашиваются, но ярче всего окрашивается ядро, и тогда-то в микроскоп можно увидеть его форму. И все-таки мелкие клетки человека можно, конечно, увидеть в микроскоп, можно изобразить их форму, но нельзя изучить их внутреннее строение, они слишком маленькие. Ну, почему это так? Почему вообще клетки такие маленькие? Особенно клетки бактерий. Это связано с тем, что пища, они, как правило, зарядки в исключении, получают через всю свою поверхность. Чем больше отношение поверхности к объему, тем больше клетка получает пищу на неделицу объема. А у какой клетки больше относительная площадь поверхности? У маленькой или в большом? Это легко понять, если посчитать ее на кубика. Ну, давайте посчитаем. Какая удобная литра называется математичная, кто еще такие пластические пушки-то не видит. Ну, да, давайте. Это математическая задача. Я возьму кулик, у которого вебро один миллиметр. Вебро куба у нас один миллиметр. Чему равна площадь его поверхности? Чему равна площадь поверхности такого куба? Да. Шесть квадратных миллиметров, правильно, потому что ее шесть грамм. А чему равен его объем? Объем равен объем миллиметр кубических. значит отношение поверхности к объему называется относительная площадь поверхности. шесть квадратных равняется шесть миллиметров квадратных на каждый миллиметр кубических. Давайте этот кубик увеличим в десять раз. Пусть у него длина ребра не один миллиметр, а десять. Чему равна его площадь? Сюда шестьдесят. Если длина ребра десять миллиметров, все-таки шестьсот, да, миллиметров квадратных. Шестьсот миллиметров квадратных. Почему равен его объем? тридцать на десять на десять на тысячу. Чему же равна его относительная площадь поверхности? Шестьдесят. Шестьдесят. То есть она уже будет в десять раз меньше. При увеличении длины какого-нибудь тела площадь поверхности его растёт как квадрат размеров, а объем растёт как куб. Поэтому отношение площади поверхности к объему всё время падает. У маленькой бактерии относительная площадь поверхности больше, чем в нашей клетке. А у маленького ребёнка относительная площадь поверхности гораздо больше, чем у взрослого человека. répond это чревато тем, что он может быстрее замерзнуть, и поэтому маленьких детей так путают, иногда и излишне. А до клетки бактерии, это черед и тем, что она будет получать больше пищи на единицу объема, и поэтому при маленьких размерах сможет быстрее расти и быстрее делиться, быстрее размножаться. Действительно, бактерии размножаются быстрее всех других живых организмов. Ну и наши клетки, если это надо, им могут делиться довольно-таки быстро, благодаря тому, что они такие маленькие и так быстро получают пищу через всю поверхность тела. Ну вот, давайте дальше двигаться. Следующее. Как же удалось все-таки увидеть, что у клеток внутри помогло очередное изобретение, которое было сделано уже в 20-е годы 20-го века? Электронный микроскоп. Вместо кучка света нам используется кучок электронов, вместо линз специальные электромагниты, вместо глаза-наблюдателя экран телевизора, и вот у такого-то микроскопа, который биологи начали использовать уже в 40-е годы, делало разрешение в тысячу раз меньше. Нанометр это 0,001 микрометр. Следующее измерение – нанометр, 0,001 микрометра. Поэтому в электронный микроскоп удается видеть и внутренности бактерии, и вирусов, которые дают вам невидимое. Вот здесь вот на поверхности бактерий, в кишечной палочке показывают вирусы бактериопагия, которые сейчас ее заразят, а через час съедят. И от нее ничего не останется. Можно увидеть и тонкие детали внутреннего строения клеток человекными бактериям. А с помощью станирующего электронного микроскопа, который станирует поверхность объекта, можно увидеть очень тонкие детали этой поверхности, которые оказались у многих клеток чрезвычайно красивыми. Вот здесь показывают клетки диатомовой водоросли, которые строят такой специальный кристальный домик. А чтобы мы можем улучшить, то, естественно, должны быть дырочки. И вот эти дырочки, расположенные группами, как видите, диаметр заметно меньше одного микрона. Световой микроскоп может просто не смогли наблюдеть. Гадаться пока не выгодно. Ну вот, но, как всегда, есть оборотная сторона этой медали. Следующая. Электронный микроскоп работает только тогда, когда объекты его помещают в довольно глубокий вакуум. Потому что только там можно разогнать до нужной скорости кучок электронов, сфокусировать его. А в вакууме, естественно, клетки не могут остаться живыми. А для обычного электронного микроскопа приходится еще делать очень тонкие срезы, причиной всего один микрон. Свечение определенного цвета. Для того, чтобы клетки таким цветом светились, их красить специальными красками довольно хитрым способом. А после этого ставят микроскоп на пыль, и, по которой пропускает только свет определенной длины волны. И если сам объект светится, вот тогда его можно увидеть под световым микроскопом. Даже в том случае, если он заметно меньше, чем вот этот вот я сделал разрешение. Вот покрашенными таким способом живых клеткам можно увидеть, например, элементы их скелета. А у клеток есть скелеты, мышцы, почти как у человека. Толщиной уже не в 0,2, а в 0,02 микрометра. Они будут видны, как отдельные ниточки. Придумали и всякие другие еще более усовершенствованные способы. И вот так во внутреннем строении клеток все-таки удалось в основном разобраться. Кроме того, придумали другие способы, кроме микроскопии. Например, догадались, как можно разделить клетки на части и исследовать их химический состав. Как это сделать? Ну, сначала их надо разрушить, это тоже не так просто. Они маленькие, раньше их растирали с тонким стеклянным песком долгое время. Потом догадались, что для этого годятся некоторые вещества, а также ультразвук. Ультразвуком можно разрушить клетки так, чтобы сами они разрушились, а внутренние части остались целыми. После этого их включают в центрифугу, как на карусир, который очень-очень быстро крутится. И под действием центробежной силы самые тяжелые части оседают на дно, а более легкие остаются в растворе. Сначала осядут ядра и целые клетки, которые остались не разрушенными. Потом какие-то их части органеллы или органоиды самого крупного размера. Мы по очереди можем доставать их со дна пробирки, сливая жидкость, и изучать их химический состав. Вот такой способ проакционирования клеток, разделения их на части, сыграл тоже очень важную роль. Вот теперь мы уже подошли к тому, а что же удалось такими способами выяснить? И зачем вообще все это нужно? Ну, например, часто перед учеными, которые занимаются прикладной наукой близкой к медицине, стоит задача убить какую-то клетку. Более простая задача – это убить клетку, которая паразитирует внутри нашего организма. Чаще всего это клетки бактерий. Иногда клетки каких-нибудь одноклеточных амеков или инфузорий. Самый распространенный, пожалуй, опасный паразит – это возбудитель малярии, малярийной плазмозии. Как подойти к этой задаче? Убить надо этого паразита, но так, чтобы клетки человека не пострадали. Значит, надо найти внутри этой клетки, например, бактериальной, какую-то мишень, на которой будет действовать это лекарство, как яд. Такую, чтобы ее не было у человека, или чтобы она была устроена совершенно иначе. Например, если в клетке бактерий идет какая-нибудь химическая реакция, а в нашем организме эта химическая реакция не идет, а так довольно часто бывает, то достаточно заблокировать ее, чтобы бактерия не смогла расти, размножаться, и таким образом мы избавим наш организм от бактерий. С малярийным паразитом справиться уже гораздо сложнее, потому что его клетки гораздо больше похожи на наши, чем бактериальные. Ну, как известно, лекарства от малярии есть, они появились еще там в 17-16 даже веке. Это хинин, который получают из экстракта кори, цинхода, хинного дерева. Но надо сказать, что это лекарство имеет достаточно серьезные побочные эффекты, то есть оно довольно ядовитое для наших собственных клеток. Это отыскать большинству лекарств от малярии. Еще более сложная задача – это убить человеческую клетку, которая начала вести себя неправильно. А такие клетки, раковые клетки, увы, очень часто появляются в организме человека. На самом деле они появляются там даже каждую минуту и каждый час, но просто, как правило, за ними следит и вовремя их убивает наша иммунная система. А вот если в какой-то момент она дает сбой, отказывает, и эти клетки начинают неконтролируемо размножаться, и тогда возникает раковый лук. Ну, до некоторых случаев эту задачу тоже удалось решить. Удалось найти специфические лекарства, которые действуют на определенные разновидности раковых клеток. Но, к сожалению, в большинстве случаев таких лекарств пока подобрать не удалось. А те лекарства, которые используются при влечении от рака, сильные яды, и они управляют и здоровые клетки на виду с больными. Тут уж приходится из двух зонок выбирать меньше. Ну, еще более заманчивая задача, конечно, это как-нибудь управлять поведением клеток, чтобы добиться ни от них того, что нам нужно. Для этого надо понять, как сама клетка управляет собою, управляет своим поведением. В 20 веке ответ на этот вопрос был получен, и мы подробно об этом поговорим на следующей лекции. А если совсем коротко, оказалось, что в ядре клетки содержится некая программа, которую, наверное, можно сравнить и с текстом, и отчасти с компьютерной программой. В чем-то она похожа и на компьютерную. Написана эта программа на специальных молекулах. Название, которое вы, наверное, слышали, о строении плохо себе представляете. Эти молекулы называются ДНК, а сама эта программа называется наследственная информация. Вот как наследственная информация устроена, как она реализуется, как она передается следующим поколениям, об этом будет следующая лекция как раз. Ну вот. Но эта программа содержит некие команды, и каждая такая команда, которая управляет один ген, уж это-то слово все слышали, которая направляет один ген, приводит к тому, что в цитопазме клетки на специальных органоидах и басовых синтезируется какой-то определенный белок. А белки клетки служат исполнителями всех задач. Это исполнительные механизмы. Такие маленькие роботы, которые делают любую работу, только тоже состоящие из молекул. Все функции клетки выполняют белки, а за синтез белков отвечает ДНК, содержащаяся в ядре. Для того, чтобы эта наследственная информация передалась следующему поколению клеток, естественно, молекулы ДНК должны уметь размножаться, удваиваться. Что они и делали перед каждым делением? Обязательно. Ну вот, так клетка управляет саму. Причем, надо сказать, что оказалось, что программа эта написана на одном единственном языке. Вот при настоящем программировании используется все-таки довольно много разных языков, хотя какие-то преобладают. А при биологическом программировании, по крайней мере, у земных организмов, других мы не знаем, используется один-единственный язык, который понимает в первом приближении любая клетка, будь то клетка бактерии или клетка человека. Ну, что из этого можно извлечь? Какую будет из этого можно извлечь? Например, мы можем поместить в клетку бактерии какой-то человеческий ген и заставить ее синтезировать человеческие белоки. Если это действительно клетка бактерии, то сделать это не так просто. Там есть всякие подводные камни. Но если это клетка дрожжей, знаете, вот такие дрожжи, вот такие грибки одноклеточные, очень простые, то там уже практически никаких сложностей не возникает. Оказывается, что клетка дрожжей, гриб бактериальная, при необходимости, прекрасно понимает команды, которые отдает ей человеческий ген и делает человеческий белок. На этом основаны так называемые методы генетические и легендные инженерии. А с помощью этих методов производится масса всяких очень полезных веществ и для научных исследований и для медицины. Ну, например, наверное, самый распространенный и самый полезный продукт генетической инженерии это такой человеческий белок, гормон, инсулин. А когда у человека в крови слишком много сахара, например, когда вы свели какую-то сладкую булочку или торт, с заимно-сладким чаем там запили, бывает такое. То в клетках поджелудочной железы у здорового человека начинает вырабатываться инсулин, и другие клетки, клетки печени, клетки мышц, быстро поглощают лишний сахар, и его содержание в крови возвращается к нору. У людей клетки, которые вырабатывают инсулин, по не совсем известным причинам, не очень понятно почему, в детстве погибают, когда они заболевают серьезным заболеванием, с сахарным диабетом первого типа, юношеским. И если они продолжают есть сладкие булочки, концентрация сахара в крови у них остается постоянно высокой, а это, оказывается, для организма очень вредно, как, впрочем, и слишком низкая концентрация, которая иногда у них тоже возникает по разным причинам. От этого страдают в первую очередь клетки кровеносных сосудов, а когда нарушается кровообращение, то начинают страдать естественные другие органы. Человек там может ослепнуть, у него начинаются проблемы с работой мозга, возникают разные болячки, и если эту болезнь не лечить, то люди от нее убирают. Что и происходило со всеми заболевшими до того, как инсулин был открыт. А произошло это всего лишь в 20-е годы 20-го века, не так давно, 100 лет не прошло. Но открыли, а откуда его взять? Не из людей же его добывается. Слава Богу, оказалось, что свиной инсулин очень похож на человеческий. И когда свиней, увы, убивают, чтобы получить из них мясо, то из их поджелудочной железы можно извлечь инсулин и использовать его в качестве лекарства. Это сложно, дорого, потому что его надо очищать. Если его не очистить от климосей, он вызовет отожжение, иммунную реакцию организма человека. Но хотя бы появился какой-то способ лечения больных, и часть больных диабетом научились спасать. Ну и так продолжалось до 80-х годов. А в 80-е годы были разработаны неоткредельной инженерии, и вместо свиного инсулина научились получать человеческий, из бактерий. Его, во-первых, проще очистить, очистить, там нет такого количества примесей, а во-вторых, в отличие от свиного, который все-таки чуть-чуть отличается от нашего, он не отличается ничем. Ну и в точности такой же. Ну и с тех пор свиной инсулин уже давно никто не использует. Весь инсулин, который продается в аптеках, получен вот таким способом, с помощью бактерий, в которых вставлен человеческий ген, и который синтезирует для нас этот человеческий долг. Вот одна из удивительных таких способностей клеток, это из одинаковых, становиться разными. Так вот, в разных органах человека клетки становятся очень разными и выполняют совершенно разные функции. И мы об этих разных клетках и их функциях еще поговорим. Мы будем говорить об этом дому. Откуда все эти разные клетки берутся? Ну понятно, откуда. Все они берутся из одной, единственной, из фонзой клетки. И все мы были когда-то такой клеткой. Она называется аппаратная, но это клетка или зигота. Мы даже в школе про это рассказывали, если у вас много чего-то волнует. Клетка эта имеет диаметр, все-таки побольше, чем обычная, примерно 50 микров. Вот она здесь, вот эта динаметр 50 микров. Но она все равно простым глазом не видна. Она все равно раз в 10 меньше, чем точка, отпечатанная в шлейфте. Диаметр. Ну и вот, сначала эта клетка выходит из яичника женщины, потом здесь эпидемония, она гораздо слизистой, с панетазоидом. У него как раз диаметр совсем маленький, меньше 5 микрон. Дальше, постепенно она двигается по секунду, и пока она двигается, она начинает делиться. Сначала пополам, вот там здесь, на этой схеме показано, потом еще раз пополам, вот это 4 клетки, потом 8. Причем эти клетки у человека. Сначала все совершенно одинаковые. Абсолютно ничем не отличаются. Но потом, в какой-то момент, вот этот водородыш уже из детских десятков клеток вылезает из-под оболочки яйца, и если все с ним будет получено, он расставит все в метке, и из него потом называется ребеночек. А в организме этого ребеночка и взрослого человека примерно 100 миллиардов лет. Ну давайте прикинем, тоже решим математическую задачу, а сколько раз эта исходная клетка должна была поделиться, чтобы возникло 100 миллиардов клеток. Как это прикинуть? Я сейчас вам скажу. Надо гадать, давайте посчитать. Значит, полезно помнить такую вещь, что 2 в 10 степени это примерно 10 в 3, примерно 1000. 2 в 10 степени действительно равняется 1000. На самом деле, чуть больше 1024. У нас, для биологов это не важно. Такие цифры можно округлять. Значит, если исходная клетка поделится 10 раз, а каждый раз клеток становится вдвое больше. 4, потом 8, 16, 8 это 2 в 3, 16 это 2 в 4. Если она поделится 10 раз, то будет примерно 1000 клеток. Правильно? А сколько раз она должна поделиться, чтобы стал миллион клеток? кто-то угадает из детей? Нет, все-таки 2 в 20-е. Потому что миллион это 1000 на 1000. Значит, надо поделиться 20 раз, чтобы получилось из одной клетки миллион примерно. А если она поделится 30 раз, то получится миллиард. А еще надо поделиться 5 раз примерно, и получится уже нужное количество клеток. Значит, всего, если предположить, что клетки не погибают, по ходу дела, нужно 35 делений. Ну, на самом деле, там много клеток погибает еще, если надо еще помещать, поэтому немножко больше. В общем, совсем не так уж много, хотя цифра, это кажется, такая огромная. Потому что при делении клеток возникает диаметрическая прогрессия, она очень быстро расти. Считается, что эти первые клетки не только одинаковые, но и наследствия программы в них совершенно одинаковые. Вот, Вомент Эдвардс придумал искусственное творение про Бинке, в результате которого родилось уже больше 5 миллионов детей в мире. в позапрошлом, наверное, или в прошлом году, ничего не знаю, не в этом месте, в премию. Он тоже возник из одной такой клетки, а в обоих возникнуть, например, и из одной вот такой вот клетки. Если ее от зародыша отщепнуть, такие эксперименты делают в мышах, иногда это делается в искусственном оплодотворении и у людей, чтобы посмотреть, нормальный ли это эмбрион, все ли с ним в порядке, выбрать там хорошего, то оказывается, что никаких следов этого не останется. Если мы из 8 клеток отщепнем одну, из оставшихся 7 разовьется совершенно нормальный человечек, если эти 8 клеток поделить пополам на 4 и 4, то есть в каждой такой четверке могут тоже развиться нормальные человечки. И так довольно часто бывает. Таким способом возникают монозиготные или одновецовые идентичные близнецы в естественных условиях. А у мыши, если мы даже отщепнем одну клетку из 8, из этой 1 и 8 части тоже может развиться вполне нормальный мышон. Так что в каждой из этих первых клеток содержится наследственная информация о целом организме. Ну вот, и поэтому, поскольку это касается не только клеток зародыша, для большинства клеток взрослого организма возможно планирование. Появление одновецовых близнецов это и есть планирование, только естественно. Ну а можно сделать это искусственно. Как это делают чаще всего? Есть разные способы, но не более спустойный такой. Берут оплотворенную клетку, удаляют из нее ядро, где имеются хромосомы двух родителей, а вместо этого ядра вставляют водоедро из какой-нибудь клетки тела. В данном случае заражена клетка кожи. в глубоких слоях кожи есть такие ползающие клетки, бромбласты, которые помогают нам залечивать раны, синтезировать вещества кожи. И вот эти клетки легче всего размножать в культуре, их обычно используют для опытов. Вот, засунем ядро этого бромбласты в клетку разовьется зародыш, но потом его надо, конечно, подсадить матери, какой-нибудь мыши, кошки или овце, в зависимости от того, кого мы клонируем, чьи клетки мы взяли. И из этой клетки разовьется копия организма, у которого мы взяли ее. Только какая копия? Часто говорят, клонирование это получение точных копий организма. Нет, конечно. никакой точной копии мы не получим. Мы получим в той первом приближении точную генетическую копию. У этого организма будут такие же гены, от которого мы взяли ядро, но далеко не все признаки, даже внешне определяются генами. Давайте вспомним снова этих одноицовых близнецов. Они, конечно, очень похожи, мы все их видели, да? Но этих родителей как-то же различают их, правда? По каким, например, признакам? Да, у них по-разному расположены родинки. Да, голос. У них, может быть, немножко разные голосы, все-таки чуть-чуть различающиеся черты лица. У них будут, хотя и похожие, два разные отпечатки пальцев. У них будут по-разному ветвиться сосуды на руках. По массе внешних признаков мы сможем их отмечить. сейчас в Америке за такую, ну, для некоторых незначительную, для некоторых среднюю, а для некоторых очень большую сумму, там порядка 20-30 тысяч долларов, вам могут планировать вашу любимую кошку, которая недавно умерла. Если эта кошка была белая с голубыми глазами, то, конечно, планированная кошка тоже будет белая с голубыми глазами, тут будет все в порядке. А вот если кошка, например, была пятнистая, вот такая, трехцветная, представляете себе какие-то кошки? То, конечно, кошка, которую планируют, тоже будет трехцветная, но только пятна у нее будут совсем другого размера и расположены они будут совсем по-другому, чем у той кошки, от которой вы взяли ядро в ее клетке тела. Потому что этот признак определяется не генами, а другими всякими влияниями. Ну вот. Значит, зачем нужно планировать животных, мы сейчас обсуждать не будем, обсудим как-нибудь в другой раз. А также то нужно, животрепещущий вопрос о том, нужно ли планировать людей. Ну вот, раз в каждой клетке есть наследственная программа, да еще о целом организме, то, конечно, хочется научиться как-нибудь на нее влиять. Ну как на нее влиять? Ну, например, заставить клетку делиться, когда надо, да? Заставить клетку не делиться, когда не надо. Это очень важно для того, чтобы учиться, например, лечить рак. Или, например, заставить ее вспомнить, как она выглядела и как она себя вела, когда была клеткой зародыша. Если бы это удалось сделать, превратить ее обратно в клетку эмбриона, то потом из нее можно было бы получить, наверное, все остальные клетки. А это очень важно для того, чтобы лечить разные болезни, подсаживая их в организм людей. Это и сейчас делают. Сейчас делают несколько десятков тысяч пересадок костного мозга в мире, в клетке людям подсаживаться. Но обычный ингредиент у доноров это очень дорого, вызывает массу ослаждений. А нельзя ли для этого использовать собственные клетки человека, если их запасти? Ну и на этом пути уже в дом удалось добиться. Вот оказывается, что если взять зародыша, ну вроде зародыша брать нехорошо, все-таки будущий человечек, если вещь идет про человеческий зародыш, но при искусственном оплодотворении в пробирке, увы, этих зародышей образуется все-таки больше десятка. И поскольку использовать из них надо одного, двух или трех, то остальных можно либо заморозить в прозапас, либо приходится выбросать. Никуда не денешься. Так вот оказывается, если взять клетки какого зародыша и из зародыша поместить их в питательную среду, конечно, сложного состава, ее надо подобрать хорошенько, то эти клетки будут там делиться, ни в какого человека превращаться они не будут, в отличие от клеток в составе зародыша. Но при этом, изменив условия, их можно заставить превратиться в любые другие клетки нашего тела. Можно заставить их превратиться, например, в клетки кожи и вырастить кусочек искусственной кожи и с помощью этой кожи залечить тяжелый ожог. Можно заставить превратиться в клетки крови и с помощью этих клеток заменить больные клетки крови, упакован больного с наследственной болезнью. Можно их заставить превратиться в мышечные клетки, вы, правда, выращиваете из них мышцы и заменять поврежденные мышцы, пока не научились, но некоторые органы из таких клеток выращивать уже научились, но сердца пока нет, отдельные части пытаются, я сейчас расскажу про это еще немножко, сейчас, ну хорошо, нельзя ли все-таки зародыши не трогать, раз это многим не нравится, не трогать зародыши, кстати есть еще один способ, который там уже изображен на предыдущем слайде, о нем тоже не надо забывать, я уже говорил, что если зародыши очистим одну клеточку, то ему ничего не будет, мы его не повредим, а из этой одной клеточки мы вполне можем получить стультуру неградальных стволовых клеток, зародыш останется живым, ну ладно, вот выясняется, что оказывается такие клетки, которые умеют превращаться в другие клетки, есть и в очень многих тканях взрослого человека, это выяснилось буквально за последние 30 лет, они есть даже в головном мозге, правда не во всех его отделах, к сожалению, и если получить их соответствующую ткань и соответствующему органу, то в подходящих условиях они будут превращаться в клетки этого органа, а что такое подходящие условия, как заставить их формировать орган? Ну вот еще тука это фантастика пока, это так шуточная картинка, а вот левая картинка, она вполне реальная, если у человека, например, сильно поврежден там мочевой пузырь в результате какого-нибудь раковой опухоли или другого заболевания, оказывается оттуда можно извлечь стволовые клетки, дальше надо сделать каркас, ничего не зря, вроде модели, из специального материала, похожего на материал нашего тела, на наши белки, заселить туда эти клетки, капать на них сверху питательную жидкость, и через некоторое время в этой питательной жидкости, как говорят обычно в биореакторе, вырастет вполне нормальный орган, люди с такими искусственно полученными лучевыми пузырями, пересаженными живут, живут уже больше пяти лет, вроде бы пока никто на это не жалуется, и таким образом удалось их вылечить и сильно облегчить им жизнь, с помощью обычной стволовой клетки, стволовые клетки, которые могут превращаться в любые клетки тела, взрослого организма все-таки, видимо, отсутствует, но их можно запасти, откуда их взять, когда ребенок рождается, вы, наверное, знаете, он сначала связан с мамой пуповиной, да, вот, и материалы пуповины, из пуповины крови, например, берут такие клетки, замораживают их, хранят в специальном банке, ну, понадобятся они или нет, неизвестно, но, скорее всего, понадобятся, через пару десятков лет они хорошо научатся пользоваться, поэтому дело это полезно, ну, у многих из нас вот таких вот запасенных клеток все-таки нет, не в ту эпоху мы родились, что же тогда делать? Оказывается, даже из клеток взрослого организма можно получить клетки, которые будут вести себя точно так же, как клетки вот этого раннего зародыша. А для того, чтобы они вспомнили, какими они были в детстве, надо всего-то навсего, даже на время, внести в них несколько генов, чтобы в них синтезировать белки, такие же, как и у зародышей, конечно, строго определенные. Тогда эти клетки можно посадить в культуру, они начнут там размножаться, а потом из них можно получить любые клетки взрослого организма. Такие клетки называются перепрограммированные или индуцированные эмбриональные стволовые клетки, и сейчас и у мышей, и у людей их научились достаточно хорошо получать. Но, правда, в медицине их пока почти не используют, потому что они еще слишком слабо исследуют. Кто и знает, как они будут вести себя, когда их посадят обратно в ваш организм? Есть всякие опасения. А вдруг они начнут быстро делиться и превратятся в ракурс? Однако вскоре, по-видимому, использовать их будут очень широко, и, таким образом, проблема пересадки органов, проблема получения новых органов решится сама собору для большинства органов человека. Наверное, уже не знаю, в тот день, когда из вот таких клеток помещенных в чашку Петрия можно будет вырастить практически любой орган, наверное, только все-таки кроме головного мозга, он уж слишком незаменимый у каждого человека, и подсадить его на место испорченное. Ну, а пока наши собственные органы нам все-таки лучше поберечь. Продолжение следует...